Он в этот мудрый период, и он не должен стать для нас такой точкой, когда жизнь разделилась на до и после. Когда мне мои пациентки говорят, что у меня начался климакс, и я совершенно потерялась, у меня пропал вкус к жизни, я себя очень плохо чувствую, начались проблемы, даже когда до этого не было проблем, но с приходом климакса мне плохо, я уже себя не ощущаю той, которой я была раньше. И, к сожалению, все больше и больше женщин сталкиваются вот с такой вот ситуацией. Климакс молодеет, очень много преждевременного климакса, раннего климакса, либо патологического климакса. Да, есть процент женщин, которые практически не слышат свой климакс, ну и месячные прекратились, менструации прекратились, и я поняла, что вроде как климакс. Но все больше и больше патологического климакса, когда есть и приливы тяжелые, да, когда мы встречаемся с последствиями старения. И вот здесь я хочу сказать немного слов не о старении. Да, старение – это действительно естественный биологический процесс. И несмотря на то, что мы ищем, несмотря на это, мы ищем средства, медики, наука, биологи, ищем то, что поможет нам отсрочить эти изменения. И если уж мы касаемся вот климактерического периода женщин, то это еще и сохранение молодости и красоты. И через изменение питания можно продлить молодость и увеличить продолжительность жизни. Или же ускорить наоборот. Да, фраза то, что мы то, что мы едим, здесь абсолютно уместно. И наш основной гормон, который определяет нашу молодость, определяет наше качество жизни у женщин – это гормон эстроген. И вот то, о чем я сказала. Приливы – основное проявление климакса, которые портят жизнь. Это повышение артериального давления. Что еще часто бывает в климаксе? Что еще мы с вами можем видеть? Увеличивается вес. Начинают болеть суставы. Пациентки говорят, я прям высыплюсь. У меня такое ощущение, как будто я прям вот как сломанный робот. У меня постепенно все приходит в негодность. Какие-то винтики высыпятся. Что-то начинает. У меня как будто теряются мои элементы, моего тела. Тоже очень интересные такие фразы. Совершенно недавно с этим столкнулась. Пациентка прям описала, как будто я элементы себя теряю. Так вот, функция эстрогенов в организме женщины. Влияние на все органы системы. Обратите внимание. Это влияние на высшую нервную деятельность. В климаксе часто наступает нарушение психических функций. Становятся женщины лобильные. Плохо спят. Вспышки агрессии. Нейропротективное действие эстрогены оказывают. Когда они падают, тогда и память снижается. Концентрация внимания снижается. Влияние на механизмы регуляции сосудистого тонуса. Это вот приливы. Это колебания артериального давления. Внутриглазное давление контролирует. Часто в климаксе глаукомы, наоборот, повышается глазное давление. Предупреждение старения кожи. Ну понятно, да, старение женщины. Это стереотип, да, это морщины. Регуляция пролиферации клеток молочной железы. То есть снижение эстрогенов должно снизить пролиферацию вот в этих вот железистых клетках. Когда этого не происходит, когда патологический климакс, то тогда риск развития рака груди возрастает. Потому что пролиферация клеток взрывается. Они начинают неконтролируемо делиться. А если женщина вошла в мудрый период климакс, уже имея фиброз молочной железы, кисты, фиброзно-кистозную мастопатию, которой она не занималась, она пришла в лишнем весе. Если у нее жировая тканенная вне яичникова продуцирует эстроген, то, конечно, мы можем получить усугубление ситуации вплоть до развития онкологического процесса. То же самое касается и регуляции пролиферации эндометрии, матки. Патологический климакс чаще всего это кровотечение, ненормально наступает климакс, когда должно все угаснуть. И даже у тех, у кого какие-то миомы были, небольшие кисты в яичниках, полипы, они с наступлением климакса, они все редуцируются, уходят. Их потом вообще практически невозможно на УЗИ-то увидеть. Но когда, опять же, ненормально, то тогда эндометрия нарастает, возникает кровотечение. И риск озлокочисления тоже возрастает. Опять же, влияние на кишечник, особенно на толстый кишечник, риск развития онкологии толстого кишечника при патологическом климаксе возрастает. Влияние на свертываемость крови, тромбоз возрастает, риск развития тромбоза. Часто растет плохой холестерин в крови, то есть запуск климактерического, менопаузального метаболического синдрома, когда еще и висцеральная жировая клетчатка начинает откладываться. Ну и остеопороз грозное тоже такое осложнение патологического климакса, когда быстро снижается, тут наоборот, когда очень быстро снижаются эстрогены, то тогда разрушается костная ткань, потому что у нас кость как матрица. Там такие соты и клетки кости, они как матрица заполняют все, но когда эстрогены снижаются, то тогда вот не успевает образовываться вот эта костная ткань, потому что там нарушается кальциевый фосфорный обмен, нарушается усвоение витамина D. И этот матрикс, он становится такой, как губка, пористый, воздушный и естественно хрупкость костей повышается. Особенно грозное осложнение климакса это перелом шейки бедра и длительная иммобилизация, когда лежит человек на реабилитации с переломом шейки бедра, то тогда, вот мы видим, да, увеличение образования в печени факторов свертывания крови, тогда и риск тромбозов. Поэтому опасность переломов в пожилом возрасте возрастает в разы и летальность может достигать в некоторых случаях выше 90% от тромбоэмболии. От тромбоэмболии различных, да, и тела может развиваться, и подвздошные артерии. Идем дальше. Сейчас будем касаться вопросов, как же это предупреждать. Конечно, золотой стандарт предупреждения вот этих всех грозных осложнений патологического климакса, это применение менопаузальной гормональной терапии. Но тут я вам говорила такой момент, что часто это патологический климакс, когда женщины приходят в климакс уже с миомами, с фиброзами, фиброзно-кистозной мастопатией в груди, то есть вот этим состоянием эстероген-доминирования, когда есть риск развития онкологических процессов. И тогда менопаузальная гормональная терапия во многом не показана, имеет ограниченное применение. Потому что менопаузальная гормональная терапия – это у нас комбинированные эстроген-прогестероновые препараты, которые, да, при применении сразу качество жизни улучшается, и приливы сокращаются, практически уходят, и давление стабилизируется, и риск костиопороза снижается. Но, вот я говорю большое, но, потому что сейчас год от года растет этот вот такой класс пациентов, класс пациентов, которым она не показана. Но они страдают вот в этом своем климактерии, то есть они практически перестают нормально существовать. И здесь нужны нутрицептики, подбор нутрицептиков, которые улучшают течение менопаузального перехода, снижают приливы, уменьшают сухость лагалища, дезурию, да. Тут еще какой момент, и мочеполова эта система страдает очень сильно, сухость всех слизистых, и изменение всех слизистых, и кишечника, и мочевого пузыря. Улучшается настроение, должны нутрицептики отвечать этим требованиям, снижают раздражительность, сон улучшает, влияет на когнитивные расстройства. То есть улучшать должны и память, и концентрацию внимания. Нужно, чтобы была энергия, уменьшает головные боли, кстати говоря, в менопаузе тоже, что еще осложняет и портит жизнь, это когда есть циклические гормональные боли. Когда уже нет менструации, но когда она должна приходить, вот в этот период у женщин очень сильно, ну невозможно, это приступы по типу мигренозных приступов, развивается такая очень серьезная головная боль, и должна влиять на костосуставную систему. То есть нутрицептики, добавки, они должны отвечать требованиям менопаузальной гормональной терапии. Да, это не быстрый процесс, когда мы назначаем комплекс нутрицептиков, это не так, да, менопаузальная, она там в течение недели может все эти моменты заблокировать, неблагоприятные. А нутрицептики, они должны приниматься длительно, но они не оказывают эстроген стимулирующего действия, поэтому они имеют больше показаний, даже когда женщина, женщина имеет множественные миомы, кисты, у нее выраженная фиброзно-кистозная мастопатия, у нее в анамнезе онкология, допустим, удаление молочных желез по поводу рака. А если это химиотерапия, молодеет рак груди, так в особенности рак яичников молодеет, и получается искусственная менопауза, ну и при других онкологических процессах, очень часто бывает при радиоактивном разрушении щитовидной железы, тоже бывает, ранняя менопауза, и что же делать таким женщинам, им вообще противопоказано, там даже вопросы к фитоэстрогену большие, и что же делать, какой комплекс нужен таким пациентам, чтобы помочь пережить этот период, потому что у нас весь климактерий занимает, ну, представляете, 12 лет, что же 12 лет находиться вот в тяжелейших нарушениях, 12 лет премии на паузу, когда вот эти вот явления климакса, они наиболее выражены, они нарастают из года в год там, и это крайне тяжело переносимо, менопауза, когда могут оставаться они интенсивными, и постменопауза, когда это всё утихает, но постменопауза, это уже, извините меня, 65 лет, 65 плюс, постменопауза, когда утихомеются эти гормоны, и до этого момента нужно жить, как жить. Для этого нужно понимать, какой комплекс и какие витамины особенно влияют на улучшение и увеличение продолжительности качества жизни. Давайте же их перечислим. Что это? Витамин А, он защищает и генерирует эпителий, он поддерживает хорошее состояние и состояние слизистой влагалища и шейки матки. То есть, сухость слизистых, пожалуйста, витамин А, это у нас тот витамин, который отвечает за регенерацию кожи, он отвечает за то, чтобы слизистые кожи были в хорошем состоянии. И больше всего витамина А в такой добавке это Perfect Ice. Да, он содержится в комплексе для улучшения зрения, но все, думаю, сталкивались с тем, что в климактерии, вот у кого этот период уже наступает или наступил, то есть вот эта сухость глаз. Так, пожалуйста, этот комплекс может решить несколько проблем. Витамин Д, предупреждение развития остеопороза и вот этого грозного осложнения, как перелом шейки бедра. Это укрепление и оболочки периферических нервов и регуляция артериального давления. То есть, витамин Д, это прогормон, и он оказывает широкое действие. Витамин Е, это именно модулирующее действие, улучшается качество прогестерона, а когда у нас соотношение прогестерона и эстрогена в климактерии выравнивается, когда прогестерон преобладает над эстрогенами, то тогда уменьшаются приливы, терморегуляция улучшается, участвуют в синтезе коллагена. А коллаген, его синтез с возрастом падает, и от этого морщины, да, тургор, эластичность кожи теряется. Биосинтез белка улучшается. Что в климаксе еще происходит? Процессы катаболизма, разрушения преобладают над процессами анаболизма, синтеза. И очень часто наблюдается рабдомиолиз, то есть разрушение мышечной ткани, даже несмотря на то, что белка потребляется достаточно. Комплекс витаминов группы В, опять же, да, поддерживает у нас уровень эстрогенов, гормоны надпочников, регулирует кортизол в том числе, имеют антидепрессивный эффект, потому что вот этот момент, когда женщины чувствуют старение, некоторые уже говорят, что ой, я старая старушка после 40, это вообще нужно останавливать, такие суждения. И что делают еще? Участвуют в обмене аминокислот, фолиевой кислоты, а это все витамины, которые поддерживают как количество, так и качество гормона. И витамины группы В, они лидируют в комплексе, суперкомплексе Solstic Energy, опять же, дают энергию, потому что у женщин в климаксе распространенная история, когда нет энергии, вообще ничего не хочется делать, то есть они часто выпадают из социальной жизни. Витамин В3, отдельно хочу отметить, уменьшает уровень холестерина, способствует уменьшению спазма артерий, то есть выравнивает артериальное давление, улучшает регенерацию тканей. Фолиевая кислота – это гормональный баланс, опять же, очень важна в качественной характеристике гормонов. Хороший уровень фолиевой кислоты в крови обеспечивает и нормальная либидо в том числе, потому что, опять же, качество жизни, не нужно забывать о либидо, потому что это дает и положительные эмоции, качественная интимная жизнь, и, опять же, гормональный фон выравнивает. Витамин В12 влияет на профилактику гипергомоцистинами, то есть уменьшает содержание гомоцистина в крови. Сейчас вам расскажу, что такое гомоцистиин. Это вообще показатель старения организма. Гомоцистиин, его, да, можно проверить в любой лаборатории. Да, это показатель старения. Он на что влияет? Влияет на свертываемость крови. И он нам говорит о том, что если он высок, то риск развития сердечно-сосудистых катастроф, это и инфаркты, и инсульты, они возрастают в разы. Также в разы возрастает риск развития остеопороза и переломов. Возрастает риск развития депрессии, потому что гомоцистиин, он повреждает нейроны клетки. И деградация их разрушения тоже усиливается. И в пожилом возрасте риск развития депрессии увеличен, и возрастает риск суицида. Даже при благоприятной семейной жизни, при благоприятном эмоциональном фоне, вот это разделение на до и после, очень много у меня было пациентов, которые даже предпринимали попытки суицида, когда выходили на пенсию. Особенно, кстати, много у мужчин, потому что тестостерон преобладает над эстрогенами. Все-таки эстрогены, они женщины защищают. Даже когда они стремительно падают, они все-таки вырабатываются. У нас наши гормоны, это женщины, нас определяющие, это эстрогены. Они, кстати говоря, защищают и мозг, и психику от депрессии, вот таких тяжелых. А у мужчин тестостерон преобладает. И поэтому у них и там свои тоже мужской климакс. Есть такое понятие. И там вот этот вот, когда и так эстрогенов-то мало, так как они мужчины-то, и их определяющий гормон тестостерон, так еще вообще эстрогены падают. И риск развития вот таких тяжелых депрессий, он достаточно высок. Полезнь Альцгеймера, опять же, деменция. Вот эта продукция не только деградация нейронов, но еще и продукция аномального белка при Альцгеймера, при высоком гомоцистине, она коррелирует. То есть риск выше. И B12 хорошо убирает вот этот риск, но опять же тут надо смотреть на формы. Это метильные формы витамина B12. Ну и фолиевая кислота тоже обязательно важна. И что еще важно для обменных процессов, как в головном мозге, так и в клеточных стенках, особенно сосудов. Это витамин С в наиболее усвояемой форме. У компании НСП это усвояемая форма витамина С. Опять же, это гормональный баланс. Мы об этом будем постоянно говорить, потому что в климаксе это важно. Но именно баланс, да, эстрогены, они должны снижаться, это норма. Но баланс снижения прогестерона, эстрогены, тестостерона должен сохраняться, чтобы организм садаптировался и в изменяющихся условиях среды. Вот это и вот. То есть баланс меняется. Он уходит из одного возраста, мы переходим в другой. И организм, он имеет свои компенсаторные возможности. И нужно давать ему садаптироваться, давать вот это время на адаптацию. И витамин С помогает организму адаптироваться в изменениях гормонального фона. Параминобензойная кислота стимулирует выработку эстрогенов в гипофизе, то есть через гипофиз. Потому что у нас, когда климакс наступает, очень сильно возрастает гормон ФСГ. И вот даже у девочек, у которых предклимактерические расстройства начались, чтобы понять, это вообще климакс наступает или это. Не связано с этим. Мы берем функцию гормонов гипофизальную и смотрим, что с ФСГ, фолликлостимулирующим, что с ЛГ, лютонизирующим гормоном. И если фолликлостимулирующий гормон увеличен, даже при нормальных эстрогенов и сохранении менструальной функции, то все, мы говорим о том, что климакс наступает. Замедляется распад в печени эстрогенов, повышается либидо. При применении параминобензойной кислоты уменьшается сухость влагалища. Железо-хилат. Ну, железо-это вообще определяющее вещество, микроэлемент, который участвует в построении гемоглобина. И вообще, когда вот патологический климакс бывает у женщин кровотечения, там очень сильно падает гемоглобин. Это постоянная хроническая анемия, которая тоже не способствует восстановлению энергии. Поэтому, если эпизоды кровотечения были и эпизоды длительных, обильных менструаций, даже которые успешно купировались на лечении, надо обязательно смотреть и ферритин, и сывороточное железо, и общая железосвертывающая способность, чтобы понять, нет ли латентной анемии. Да и вообще, нужно смотреть ферритин, оптимальный ферритин для женщин, для женщин, чтобы они были в силе, в энергии, это 60-70. Опять же, железо – это универсал такой, он входит во все биохимические реакции образования гормона. Цинк – иммунокорректирующее действие, потому что, когда эстрогены падают, они влияют на иммунные механизмы, и очень часто наступает вторичный иммунодефицит в климаксе, любое простудное заболевание банальное ОРВИ. Все-таки с нами коронавирус остается, мы уже его воспринимаем как данность, и почему пожилые достаточно серьезное последствие имеют. Опять же, тут тоже этот момент у женщин, я его не отрицаю, что при климаксе тяжелее переносилась сама коронавирусная инфекция эстрогенов уже мало, не защищала нормальный иммунитет, уже не так работает. Цинк – это главный иммунокорректирующий элемент. Что нам еще важно? Магний. Магний укрепляет стенки сосудов. Опять же, мы говорим, что все должно быть в легко усвояемых, хилатных формах. Магний – основной тормозной микроэлемент, который выравнивает работу центральной нервной системы, хорош для нормализации сна. Большая проблема в пожилом возрасте, и она опять же молодеет. Это бессонница, это раннее просыпание и длительный, в хорошей дозировке, прием магния. В биодоступной форме он помогает справиться с этой проблемой, не прибегая к психотропным препаратам, которые вызывают привыкание. Марганец – антиоксидантное действие, защищает клетки от старения, нормализует состояние иммуноэндокринной системы. Это ионный обмен, опять же, кальцифосфорный обмен, хромсилен, бор, метаболизм углеводов, жиров, нормализует половую функцию, снижает выраженность нейрогенных расстройств, то есть уменьшает выраженность приливов, такое сочетание. Хромсилен благотворно влияет, опять же, на явление инсулинорезистентности, улучшает проникновение глюкозы в клетки, важны при заболеваниях, особенно силен, при заболеваниях щитовидной железы, гипотиреозии, узловом зобе, очень часто эти заболевания манифестируют в климаксе, это все связано с обменными процессами, гормоны в организме, они неразделимы друг от друга, и половые гормоны очень сильно влияют на гормоны щитовидной железы, и мы часто видим, что в климаксе обнаруживается гипотиреоз. Опять же, на фоне того, что у нас есть относительно силена и йодная недостаточность, бор очень хорошо влияет на нейрогенную функцию, и доказано, что он не гормональное средство для уменьшения степени и выраженности приливов. Ну и важные моменты это фитоэстрогены. Так как у нас год от года количество пациентов растет и климакс молодеет, которым не показана менопаузальная гормональная терапия ни в каких видах, потому что она бывает разная, и трансдермальные бывают виды там, и крем, и пластыри, даже микродозированные часто не показаны. Очень часто бывают даже микродозированные неплохие препараты, но вызывают такой ответ, что растет масса тела, отеки, потому что изначально, опять же, девочки приходят в климакс, в мудрый возраст, уже имея нарушение. Я там в 20-летнем, в 25-летнем, в 30-летнем возрасте уже имеются эти нарушения. И что фитоэстрогены должны в себе реализовывать, чем они должны быть похожи на менопаузальную гормональную терапию. Но прежде всего, да, нормализация эстрогенов без выраженного эстроген стимулирующего действия. То есть фитоэстрогены можно назначать, когда есть регресс, мион, паузи, когда нет выраженной кистозно-фиброзной мастопатии, но зато есть выраженные приливы, есть риск развития устья пороза, повышается давление. То есть они не должны быть эстроген-стимулирующими. Существенно должны улучшать самочувствие женщин в климаксе, нормализовать обменные процессы в дерме, то есть насыщать кожу коллагеном, помогать замедлить старение кожи за счет того, что выравнивается уровень эстрогенов и эстрогенов. Редактор субтитров А.Семкин Я появилась у вас, звук появился, почему-то у меня на перезагрузку скинулся компьютер, я быстренько его перезагрузила. Скажите, пожалуйста, появилась ли я у вас? Все отлично, тогда продолжим. Какой-то у нас коварный компьютер сегодня. Так, все отлично. Так, что еще? Каким еще должны требовать отвечать фитоэстрогены? Предотвращать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Никогда не было давления, говорят мои пациентки, а в климаксе вдруг оно начало скакать. То есть риск инсультов с возрастом возрастает, инфарктов возрастает. Предупреждение вымывания кальция из костей. Опять же за счет того, что выравниваются соотношения всех гормонов. Вот это выражение, повышать эстрогены, чтобы предвращать или профилактировать наступление остеопороза, наступление артериальной гипертонии, улучшать состояние кожи, снижать нейрогенные расстройства. Оно не совсем верно. Не только количество самих эстрогенов, а тут есть еще моменты. Было бы все так легко, но не все так легко. Во-первых, и качество должно улучшаться самих гормонов половых, не только эстрогенов, а прогестерона и тестостерона в том числе. Их соотношение между собой тоже должно улучшаться. Потому что если мы имеем такую историю, что эстрогены увеличиваются, то есть часто как бывает на менопаузальной гормональной терапии, почему говорят, что если назначена менопаузальная гормональная терапия, это не так, что все врач... А, во-первых, вот еще что не сказал вам. Как назначается часто менопаузальная гормональная терапия, я, ну, к сожалению, продолжаю с этим сталкиваться. Женщина пришла, у нее климакс, есть соответствующие жалобы, она приходит вся вот в красное, задыхается, у нее давление, она вся эмоционально-лабильная, сделайте, доктор, все, что со мной хотите. Ну, часто так к гинекологам приходят. Смотрят на УЗИ, да, там климакс, ну, какие-то миомки есть, там что-то такое. В принципе, ладно. Берут, не проверяя гормональный фон, сразу назначается таблетированная терапия, либо это трансдермальные формы введения. И тут, откуда ни возьмись, мы можем, ну, как откуда ни возьмись, не проверили гормоны, а там уже было соотношение ненормальное, то есть прогестерона было очень мало, и относительно высокий эстроген. Добавляем еще эстроген из менопаузальной гормональной терапии, и все, рост миом, фиброзно-кистозная, кровотечения могут начаться, отеки, вес растет, как на дрожжах. Ну, вот, совершенно недавно с этим тоже у пациентки сталкивалась, когда вот так было назначено менопаузальной гормональной терапии. Сначала идет обследование, и когда, да, принимается решение, что, да, менопаузальная гормональная терапия длительно применяется, так это не отменяет того, что нужно назначать, вернемся чуть-чуть назад, и антиоксиданты, и витамины группы В, чтобы поддерживать собственные, собственные гормоны, чтобы поддерживать дополнительно. Не решит менопаузальная гормональная терапия всех вопросов. Не решит. А витамины Д она точно не поднимет. А качественно улучшить кальцино-фосфорный обмен точно не улучшить. А если уже есть остеопороз и воспаление реактивное, да, и уже есть это ограничение движений, коленные суставы, уже там артрит, артрозы, там и с воспалением надо работать, вот, босфелия. Оно никуда не денется и никуда не денется тот комплекс, который нужно назначать и при именно паузальной гормональной терапии в поддержку. Это намного лучше сработает и качество жизни будет достаточно хорошим, то есть еще лучшим. Как будто бы и нет этого климактерия. Женщина живет, радуется жизни. и применение именно паузальной гормональной терапии накладывает на себя на врача, ну, прежде всего, на пациентку и на врача, конечно, тоже, с тем самым, что он должен объяснить ей, что применение именно паузальной гормональной терапии требует контроля. Во-первых, УЗИ регулярно, не так, что ой, она себя хорошо чувствует, радуется там, и не приходит на плановые осмотры. Нет. Это и регулярная сдача ПАП-теста мазки на локотистологию, УЗИ, маммография, это свертомость крови, потому что в некоторых случаях, опять же, противопоказания есть в менопаузальной гормональной терапии не только эстроген, доминированный, а если там риск тромбоза, коагулограмму надо смотреть, свертываемость крови расширенную, если там растут факторы свертываемости крови, обязательно нужно смотреть. Поэтому там, да, это такая история, когда все за собой, следим, регулярно смотрим, потому что в любой момент нужно там либо отменять, либо корректировать дозу, либо переходить на фитоэстроген. Любой минимальный рост эндометрия, который не должен быть в климактерии, требует отменения МГТ и переход на фитоэстроген длительный. Это тоже важно знать и понимать. Опять же, давайте с вами перечислим, резюмируем наш разговор про терапию менопаузальных расстройств. Топ-5 полезных эффектов фитоэстрогенов. Профилактика заболеваний мочеполовых органов, обеспечение хорошего сна, улучшение памяти, замедление старения кожи и нормализация жирового обмена. Все это происходит за счет того, что улучшается качество и количество гормонов. И мы обращаем внимание на эстрогены, естественно, но нам важно еще сочетание соотношения прогестерона, эстрогена и тестостерона. Дикий ямс прекрасный фитоэстроген и его можно применять длительную и он отвечает этим всем функциям в комплексе с микроэлементами, витаминами и минералами. И когда у женщин есть опасения, а у многих это есть, может быть, вы там у себя сталкивались с этим, у своих родственников с этим сталкивались, с тем, что есть такое предубеждение гормональной терапии, ну это все идет из тех самых первых препаратов, которые еще были изобретены в 70-х, 80-х годах, применялись в 90-х годах, которые действительно давали серьезные побочные эффекты, особенно онкологию, риск развития онкологии повышался. Вот есть эта настороженность у кого-то, вот у меня пациенты приходят с этой настороженностью, хотя в принципе даже и показаны МГТ, но они говорят мне, что у меня есть настороженность, я не напираю на них, я не там не директивно не говорю, что нет, это там ваши предубеждения, вы говорите неверно, не так, и так она приходит вся в расстроенных чувствах с тем, что ей плохо, еще и ну я здесь буду ей читать нотации на приеме, нет, мы идем на фитоэстрогены, а я рассказываю о видах, ну и вот дикий ямс, он однозначно не обладает эстрогенстимулирующим действием, если вот изофлавоноиды соли, да, они небольшим действием эстрогенстимулирующим обладают, есть исследования на эту тему, то дикий ямс, он не обладает этим действием, и по тому же, как он работает, особенно по нейрогенам расстройствам, это приливы, достаточно хороший эффект. Так, теперь мы с вами поговорим о питании, что, какое питание важно в климаксе, даже оно будет называться, да, даже не питание, мы с вами поговорим сейчас о стратегиях, анти-ридж, анти-возрастных стратегиях, прежде всего, это у нас питьевой режим, вообще рекомендуют 6 стаканов чистой фильтрованной воды, максимально до 22 стаканов, ну, я не знаю, это очень много, мы с пациентами достигаем где-то 10-12 стаканов, потому что очень важно, чтобы кожа насыщалась водой, да, это стимуляция выработки коллагена, это лучшее проникновение и добавок, вода, она всасывается простой диффузией, когда достаточно насыщен тонкий кишечник водой, клетки этого тонкого кишечника, то тогда и проникновение всех добавок, которые мы пьем лучше. Потребление углеводов, у нас часто, да, с климаксом, я уже говорила, растет и масса тела, даже у тех, у кого в принципе никогда не было проблем с весом, они могут отмечать, что растет масса тела, но это как компенсаторный механизм, все-таки жировая ткань у женщин, это эндокринный орган, она вне яичника вырабатывает эстроген, и сам организм включает эту компенсаторную реакцию, когда он не хочет терять жировые клетки эстрогена, чтобы как-то поддержать продукцию эстрогена, потому яичники угасают. И вообще, если ко мне девочка приходит 50+, и говорит, что я хочу высушиться, подсушиться, такой прям рельеф сделать, то я говорю, что это не рекомендуется, жировая прослойчика должна быть, потому что так легче переносить климактерические расстройства. И сейчас большое исследование вышло на эту тему, что небольшой в 3-4, но до 5 килограмм небольшой лишний вес, который не связан с метаболическими обменными нарушениями, с нарушениями работы щитовидной железы, это фактор, который продлевает жизнь у женщин в климактерическом возрасте, ну и вообще продлевает жизнь. Интересный момент. Поэтому употребление углеводов должно быть. И в основном это сложные углеводы, цельнозерновые злаки, ячмени, овес, они еще много содержат в своей оболочке. Зерна, витамин от группы В, это очень важно, нейрогены, это расстройство много, это нервных проявлений, психологических проявлений, когда мне пациентки говорят, да даже их родственники потом, когда ко мне тоже обращаются, говорят, ну как хорошо, у меня там мама, жена, сестра, бабушка, они выровнялись эмоционально, потому что это было невозможно воспринимать по любому поводу, и слезы, и агрессия. там как оголенный нерв человек становится, женщина становится как оголенный нерв. Чтобы этот нерв был неоголенным, нужны витамины группы В. Уменьшаем потребление углеводов высокогликемическим индексом, это рис, пшеница, хлеб белый, макароны из мягких сортов, пшеницы, и стандарт, сладкие сладости, магазинные сладости, кондитерские изделия, рафинированный сахар, сладкие газированные напитки, соки, даже свежевыжатые, лучше уж съесть обычный фрукт. Злаки это хороший источник энергии, и если даже у пациентов инсулинорезистентность, преддиабет, а у некоторых и сахарный диабет приходит, то мы не отказываемся от углеводов полностью, я противник кето-диет, которые жесткие, ортодоксальные, где практически в ноль исключаются углеводы, это жирная, жареная, клетчаточная пища, я не сторонник такого питания, да, кето-направленность при сахарном диабете, но это лишь кето-направленность с сохранением включений сложных углеводов все равно, все-таки это полноценная энергия, наш организм привык брать энергию именно из углеводов, а не из жиров. При кето-диете от чего получаем энергию там из-за распада жира образуются кетоновые тела, но кетоновые тела, они могут быть токсичны для нейронов мозга. Стремиться к употреблению 400-500 грамм в день овощей, особенно хорошеноземные листовые овощи, темно-зеленые овощи, это фолиевая кислота, главный витамин, который качественными наши половые гормоны делает. И это также приводит к тому, что это клетчатка, во-первых, очень полезна у пациентов с трогендоминированием, с этими миомами, патологическим климаксом, потому что выводят излишки эстогенов из кишечника, в том числе хорошо заставляет работать печень, улучшает свойство желчи, потому что при метаболическом синдроме ожировое нарушение, свойство желчи нарушенное, оно становится насыщенно плохими жирами, риск развития желчнокаменной болезни увеличен. Что нам клетка делает? Улучшает микрофлору кишечника тоже, тем самым у нас улучшается всасываемость и опосредованно улучшается качество и количество гормонов, обменный процесс улучшается, детоксикационная функция печени улучшается. Хлорофилл на постоянной основе. Про фрукты скажу. Низкий гликемический индекс в основном, опять же, при высоком инсулине, при нарушениях углеводного обмена, мы обращаем внимание на гликемический индекс, все равно, сейчас много спорных моментов в этом отношении, но практика доказывает одно, фрукты. Если мы едим виноград, то сахар быстрее повышается. Если мы съедим чернику, голубику, маль, лубнику, галюк, опиху, сахар не так у нас сильно повышается. А еще в темных ягодах солидный сахар, который предотвращает старение кожи, особенно фотостарение. Ультрафиолет у нас очень сильно разрушает поверхностный слой кожи. Это способствует быстрому устоянию использования обязательно солдатозащитных кремов с высоким фактором. Больше СВ, да, СВ больше 50. Избирать соков лучше нативные фрукты. Бобовые яйца, орехи, источник белка поддерживают наши состояния мышц. Все-таки употребление красного мяса, особенно при метаболическом синдроме, увеличивает риск подагры. Мочевая кислота растет очень часто при метаболическом синдроме, мы это видим. Ну и употребление красного мяса, это риск развития рака толстого кишечника. Что же делать? Где белок получать? Растительный белок, пожалуйста. А нам нужны еще и жиры в орехах их много, магния много, семечках, орехах, много витамина Е натурального, омега-3 жирных кислот. Все у нас благотворно влияет на сердечно-судистую систему, на качество гормонов. Опять же, естественные витамины, минералы, аминокислоты, они обладают наибольшей биодоступностью. Поэтому, скажем, про рыбу. Там, где омега, витамин Е обязательно от одной до трех раз глубоководной рыбы жирной употреблять в неделю. Опять же, курица свободного выгула, это источник белка, хорошая, индейка тоже, до трех раз в день, даже если мочевая кислота повышена. Если, конечно, уже подагра есть, у нас там идет ограничение, в зависимости от того, это какой период, приступа вне приступа. Красное мясо избегать мраморной говядины, можно ограничить употребление до одного или двух раз в день, стараться употреблять говядину, которая имеет именно свободный выгул. Вот, кстати говоря, еще про свободный выгул и жиры, масла, хи, хорошие жиры, а нам для качества половых гормонов нужны и животные жиры. Поэтому на масле хи можно и жарить альтернатива сливочному маслу. Хотя 5 грамм сливочного масла, если нет вот такого тяжелого сдвига в атерогенную сторону жирового обмена, когда плохого холестерина там 7 и выше, то 5 грамм даже 10 грамм каждый день сливочного масла тоже будет благотворно влиять на качество половых гормонов. Потому что именно животные жиры, как оказалось, они важнее в качестве половых гормонов, чем даже растительные. И жиры нам нужны для всасывания витамина Д, важного прогормона, который участвует практически во всех биологических функциях организма. И он является таким витамином долгожителей. И еще раз напомню про витамин Д. Чтобы его правильно назначить, нужно посмотреть уровень его в крови и обязательно сочетать его с приемом. если это риск развития остеопороза и выявляется у нас по электролитному составу крови уже нарушение кальция общий, ионизированный фосфор, смотрим, там уже нарушение денситиметрии, нарушение, то обязательно витамин Д кальций должен быть магний цитрат, магний хилат, пожалуйста. Вот это должно быть сочетание обязательно. Если уже есть, конечно, воспалительные явления, то и МСМ, и СЕРМ нужно подключать, у НСП есть МСМ, и босфилия плюс на длительной основе обязательно должна подключаться с печенью, обязательно работаем, да, это детокс регулярный, опять же, печень у нас это завод организма и детоксикационные функции, там все обменные гормональные процессы происходят, поэтому функция должна быть поддержана, за ней тоже обязательно нужно следить. Ну что, мы с вами сегодня проговорили о важном периоде для каждой женщины, каждая туда придет, и качество жизни сохранить важный нужно, нужно жить и радоваться, это как почтальон Печкин сказал, с выходом на пенсию, жизнь у меня только жить начинает, может быть, я только жить начинаю, поэтому, чтобы это ощущение было, детки выросли, радоваться внукам, путешествовать, не испытывать боли в суставах, не испытывать какие-то ограничения, избавляться от отмывок, ой, ну это же климакс, надо терпеть, надо вот в этих приливах жить, нет, не нужно, нет такого слова перетерпеть, переждать, нужно делать, не нужно жить вот в этой терпячке, как я говорю своим пациентам, вы должны радоваться в любой период своей жизни, сохранять молодость, красоту, здоровье, радовать себя и своих близких, вот, на этой хорошей ноте хочу вам сказать до свидания, спасибо за то, что пригласили, есть что вам сказать, рассказать и в следующем надеюсь, что меня пригласят на эфир и рада быть вам полезной, всем до свидания и до встречи.